В студии 25-го часа глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашененникова. Добрый вечер, Вероника Юрьевна. Помощь Евросоюза на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро. Об этом нам говорит Бломбек. И вот как совпало, как только освободили Луганскую республику, тут же в Лугана собираются ответственные товарищи из Евросоюза и обсуждают, как они будут восстанавливать Украину. То есть они ясно видят, что вот уже близок тот день, когда они приведут туда деньги, дадут кому-то в руки, и Украину будем восстанавливать. Причем эта сумма, 500 миллиардов, как мне кажется, она близка к сумме замороженных российских активов в Штатах и в Евросоюзе. Или СТРАС, британский министр иностранных дел, сказал, что о чем не конфисковать-то и не отдать Украине. Видимо, примерно та же сумма и получится. Наверное, и законов не придется принимать никаких. Могут провернуть? Легко, Алексей, да, без сомнения. Эти деньги будут максимально использованы в интересах Соединенных Штатов прежде всего. Интересах европейских государств. Что-то, наверное, достанется и Украине. И причем охота за российскими деньгами на Западе еще не закончилась. По-прежнему есть в Белом доме специальная комиссия, которая занимается поиском российских активов. Но вот этот важный момент, который вы упомянули, о том, что уже вдруг обсуждается реконструкция, восстановление Украины. А не забегают ли ответственные товарищи слишком далеко вперед? Ну, в своих фантазиях даже, а не планах, я бы так это назвал. Да, потому что та же самая Лиз Трасс заявляет, что Украина должна одержать чистую победу. Имеется в виду победа военная. На кое в реальности невозможно. Собственно, и контакта с реальностью у госпожи Трасс не наблюдается. Ни в сегодняшней ситуации, ни в предыдущих эпизодах, в которых мы ее видели. Поэтому и в Соединенных Штатах тоже о мире, и уж тем более о восстановлении Украины пока речь не идет. Пока речь идет о увеличении поставок все более передовых вооружений. В последних номерах New York Times, например, в номере за 3 июля, была большая статья о работе военных инструкторов американских на Украине. И на самом деле сейчас собирается следующая картина. Соединенные Штаты и страны НАТО направляют самых квалифицированных специалистов по спецоперациям и по диверсионным действиям на Украину. Эти люди планируют специальные операции вместе со своими украинскими подчиненными. И в сумме с теми вооружениями, которые будут поставляться в ближайшие месяцы, очевидная цель Соединенных Штатов – это, возможно, дольше затянуть этот конфликт и нанести, возможно, более ощутимый урон вооруженным силам Российской Федерации. Так что вопрос о восстановлении где-то слишком далеко на горизонте для Соединенных Штатов. Европейцы чего-то не знают. Потому что странно обсуждать конкретные суммы, учитывая, что Украина – это как некий пылесос. Туда сколько ни забрасывать, там все сгорит. Да посмотрите, вот, например, хочу процитировать министра иностранных дел Украины. Вот господин Кулеба рассказывает, как надо действовать. Действовать надо как Польша. Это же крупнейший получатель дотации от Евросоюза. Кулеб, правда, говорит, это логика верная с точки зрения украинского потребителя. Европа, деньги. Кстати, Польшу не залили деньгами. Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше. Ладно, Ли Страс говорит, что Украина уже становится процветающей, самой современной демократией. Но остальному-то Евросоюзу зачем эта обуза? Зачем в эту топку кидать новые и новые деньги в эту сильную, процветающую, самую современную демократию? Я понимаю, Британия, да? У нее немножко другая роль. Зачем европейцам новая страна-попрошайка, которая неизвестно, что из себя представляет? Да, она им и не нужна. Это все политические обещания. И, конечно же, точно так же, как Турция не вступила в Европейский Союз, Украина не станет членом Европейского Союза. Об этом говорят, наверное, в кулуарах и между собой европейские лидеры. Но нет оснований декларировать это украинцам, тем более уж публично. Это способ манипулирования украинскими руководителями. Кстати говоря, вот этот посол Мельник в некотором отношении даже полезен. Он выдает такую нефильтрованную украинскую точку зрения, что по использованию европейского бюджета, что по Бандере как герою. Для них даже в Германии начали ограничивать Мельника в его героизации украинских наций. Это тоже, собственно, яркая эволюция, по крайней мере, какой-то части германского общественного мнения журналистов. Благодарю вас, Вероника Юрьевна. Благодарю, Алексей. В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив.